150 тысяч рублей штрафа назначил Верховный суд Республики блогеру, который осенью прошлого года устроил перформанс на Вечном огне в Мемориальном парке Победа в Чубаксарах. Сколько на самом деле может стоить хайп в интернете и почему за пренебрежение к памяти павшим Великой Отечественной предложили расплатиться любителям условно забавных видеороликов? Репортер Республики Ольга Алексеева почти час ждала появления обвиняемого в суде. За это время внимательно вчиталась в некоторые статьи Уголовного кодекса. Вот так вальяжной походкой, сумкой на поясе и толстой цепью на шее за 10 минут до начала заседания обвиняемый появился у входа Верховный суд Республики. Сегодня выносит приговор. Вы жалеете о содеянном? Конечно. Скажите, о чем вы думали, когда вот совершали такой поступок? Молодой и глупый. Молодой и глупый. С того дня, как чебоксарец пожарил сосиски, не прошел и год. Напомню, нашумевший инцидент произошел в ночь 21 на 22 октября 2020 года в Мемориальном парке Победа. Молодой человек поднялся на памятник и пожарил сосиски на пламени вечного огня. Видеозапись с музыкальным сопровождением и нецензурной бранью взорвала соцсети. Этот поступок вызвал общественный резонанс. Сам же молодой человек заявил, что дело это не ради хайпа. В зал заседания и в здании Верховного суда нашу съемочную группу не пропустили из-за ограничений по распространению коронавируса. Вот что нам рассказал государственный обвинитель. Приговором Верховного суда Чувашской республики 24-летний житель города Чебоксары признан виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 3 статьи 354 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть осквернение символа воинской славы, совершенное публично. И ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Бюджет государства пополнится, но виновник решил, что за счет жителей республики. Как только он покинул здание суда, тут же выложил в сеть ролик с призывом немедленно всем ему помочь. Новый хайп. Вероятно, новое скандальное видео. Ну что, у меня отличное настроение. Я получил штраф в 200 тысяч. А это значит, что я хочу набрать кучу теперь людей на новый ролик и заработать эти деньги для того, чтобы поплатить государству. Цель понятна, но непонятна. Действительно ли раскаялся блогер содеянным и на что пойдут 50 тысяч рублей, которые останутся после оплаты долга. Ольга Алексеева, Георгий Кривошейн, Республика.